всем привет с вами с вами Варя мы продолжаем бесконечное лето мод под названием 27 июня день второй середина каждого дня потому что я с Антономомедик где нас избивали она потому что мы не выпили книжку и сделали к душе то что с Антоном это дело не так она не смотрела ему в лицо не сказал ему это было по-прежнему в прошлом видео мы это все видели сейчас мы получили наказание и сейчас будем это отрабатывать а ну еще короче я задал еще экзамен свою ладно начнем а меня заставляют нести эти ебучие мешки где могло быть их хуже Никита иди сюда я подошел к ним и к остальным свое наказание мы с Леной да я уже все слышал ну и куда идти возьмите со склада две тачки чтобы вам было легче перевозить идите в кружок электротехники весь сахар там ключ от склада я уже два линии а чё о чём у них он забыл когда изначально сахар привозили то оставили его там так как так это здание самое близко к воротам а тачками используют а тачками использоваться неожиданно для нас с Антоном Леном вошло в разговор да привозили люди мягко говоря не смекались ты тогда понятно в общем мы все поняли и впереди я к вам обращаюсь Лена и Никита не устраивайте подобных игрок ясно хорошо да вот я хорошо а тебе за работу сказал вожата и удалилась после ухода двойки Дмитрия Антон принялся смотрят меня ты хоть как ой вот только не надо всего этого не не найс тима не окрашивали на хочет она хочет заменить это сказать за то что она пошла на хуй я честно говорю мне просто отпевать и просто какие-то извини меня я всеми переборщил переборщил переборщила она иди сюда да вместе уже в отвечу от обе дмитрины мне не пришлось принимать серьезными при успокоении Антона хватило и просто повышенного голоса от чего вдруг извини от чего вдруг извинили да ты весь избитый даже швы наложили и все из-за меня Лена сговаривала со мной уже более ласковым тоном нежели раньше слушай я хочу на многом стал поговорить ты не против вот так сразу но хорошо чем тогда пойдемте на склад после этих слов мы направились к складу и не нравится немножко все другое мы провели молчание пока не пришли лена достала из команды юбки ключ и отперло им дверь ух ты е пердите вот мы пришли ты не хочешь узнать как я так как я так делюсь еще бы у меня просто фейсб работал вот мне кое-что бычу епт снова попал серьезно это факт оксину дил антона что тут что тот будто забыл о том что разговаривает с девчон с девочкой которая побелого лучшего друга да это правда слушай зачем ты все это рассказываешь лена немного поникла потому что хоть потому что хочу хоть как-то загласть свою вину перед тобой а если продвинута так зачем ты с ним подавалась я был к ней на тот момент смысле из-за книжки из-за ульянки а ну да она же у тебя и украла да нет не за это а из-за того что она мне рассказал что же никогда не доверяю ленки блин то что из-за тебя не состоял печали но когда я хотел узнать подробности ульяна отобрал мне книгу и побежал в лес а за ней а я за ней чтобы узнать ответ согнулась с тобой и получив от тебя книжками лица и очень сильно разозлилась учитывая еще то что тогда ты был моих глазах виновником несчастья алиса постой вы что с лиц подругой подруги когда-то лучше мы а сейчас не очень она переживает из-за того что меня никто не сможет не сможет из-за меня а для алисы и любой 17-летней девочки очень важно чтобы к ней проявляли интерес не только девочки но и мальчики и чтобы хоть как-то и привободрить и быть с ней на равных я отказываюсь и отказываю всем парням под кадрщиками и заставляющий рис спущаться реально нежным взглядом посмотрел на антона антон извини за то что было вчера это для алисы да ладно у меня уже все равно если бы если бы было все равно то никита не стал бы со мной драться так ты это из-за меня зачем ну извини не мог сдержаться а ты не похож на меня тоже пойдешь намного ради лучшего друга это понятно только зачем ты изменялась если я виноват что алиса грустит так и не договорил когда ты окончательно к на земле в толпе пробежавший и увидел лису ее взгляд черт все-таки на болотом поверь она никого так не смотрел как на тебя риса пока и хотел подойти к тебе из бы не наша вожатая которая вас всех разогнали разгонял а я с ним удивился даже покраснел я ей не безразличен ты серьезно абсолютно и когда я увидел тот взгляд то поняла что ты и нравишься и ты и нужен вот так получается ну что поздравляю тебя подожди поздравлять может может ты знаешь отчего лица такая грустная не было чешло собраться с мыслями но я все же рассказал все что произошло между мной и алиса за эти неполные два дня ты задел ее за самое больное как же ты так да я уже понял вот не отчаивайся алиса ведь пришла в лес и хотел встретиться с собой и тот взгляд о котором я говорила ты хочешь понять и ты видимо понравился даже если так что предлагаешь делать я же ее расстроил ты избодришь извинись перед ней тебе она нравится вообще я покраснел ощущение то это придумал что-нибудь если что я помогу помочь после этих слов я стал видеть лену совсем другой она велась вот так из-за подруги это достойно уважения спасибо тебе и извини меня за тогда в лесу ничего все нормально я по идее должна изменяться после того как мы дружились может поможем друг другу руки пожмем друг другу руки лично не хочет побыстрее забыть все это дерьмо что случилось за эти дни а я не против и я мы с весельем меняли зеркопожатием даже антон который несколько минут назад хотел подраться с леной тебе улыбается и она ему когда ничего насчет алиса что риса очень неопытная в любви поэтому не удивляйся если она будет вести себя по отношению к тебе странно и ни в коем случае не заставляйте совершать какие-нибудь поступки а не то она будет сильно волноваться теряться я тебя понял слушай если ты так хорошо знаешь алиса может еще что им расскажешь я знаю что и легко взять на спор и что она любит а главное уметь играть карты карты значит а ведь покер это уже не так просто если лена права то с алисой легко поспорить то вызвать ее на игру карты будет легко вот это уже интересно спасибо еще раз не за что я же говорил что помогу тебе мне тоже важно чтобы алиса не грустила слушайте это конечно замечательно что мы все помирились и дружились но нам нужно сахар таскать блин точняк а может я пойду смысле вас разнимать вы же не подеретесь нет ну то есть все равно с нами будешь найдем третью тачку и будешь тоже таскать так быстрее будет действительно а то помоги нам ну ладно потом мы пошли брать тачки готовиться таскать мешки самая жопецкая работа таскать сахар справиться где-то за два часа всю работу мы болтали между собой лена рассказывали все новые факты про алису во первых что она не особо любит читать литературу и обычно рано ложится спать также лена много общалась с шефом а сам он уже не держит не держал на вид на ее обиду и тоже активно разговаривал ну вот и все это все богат это все благодаря мне чтобы так быстро справились не знаю не зазнавайся у меня так момента познаваться познаваться у меня так момента познаваться никогда не было а тут вот тогда ладно слушали можно и пойдешь с вами а куда да хоть куда на пляж например и тут исполнил что когда мы мы делали уборку доме органы шеф так и не попытался найти плавки а у тебя плавки то есть потом сразу понял на что я намекаю вот при знаете с вами уж точно не против как на этот трагирует алиса она ведь очень не ревнивая вот как тогда я дам антону свои плавки а вы на пляж пойдете ок я просто сказала она не обязательно нужно быть на пляже да зная просто не на не на пляж вечер не очень хочется я ушел из ноги поговорю с ней как знаешь мы тогда сначала ходить внутри затем не ключи за несу ты туда туда подходи хорошо давай мы тебя будем ждать ок пользу этих слов мы разошлись по пути я думал об отношении между антоном и еленой поразительно как-нибудь загружились а может она снова хоть песни бля я живо не спросил прославил она успеющие до дома я дошел быстро взял свои плавки я задумался а куда же включить денег на будет спросить и прославлю тоже только позже потом еще посмотреть на себе зеркало чтобы увидеть свой шрам до его не особо то и видно его отличными сестра пять минут и я уже вижу шефу с леной я сразу отдал ему свои плавки ага благодарю отдала да мы туда пошли переодеваться надеюсь не вместе подкобы удачным оба покраснее застеснялись нет конечно по очереди ты чё такое говоришь на ладно вам и посмеяться нельзя кстати антон на пару слов можно можно лент подожди минуты 2 хорошо и мы немного отошли от лены дабы она не услышала ты где собираешься ключ хранить тьфу ты про это ты чего это так это же ключ от возможного сокровища да не то да не его да нет его твоего сокровища мы уже ходили помнишь может мы не там искали ну конечно же не там а где еще водить тебе все ясно сказал по разуму шефу я понял что он полностью потерял интерес к этому делу а я почему-то еще нет хотя поначалу все было наоборот тогда отдай его мне держи антон досталось к моему ключ и отдал мне а я ему а я положу его себе в карман затем расскажи вкратце что было со сами а интересно расскажу после ужина бог ну тогда я пойду идти лучше им да и удачи тебе солис спасибо от бессленной я что у вас более-менее наладить сообщение а я так как рад не представляешь как представляет через минуту я вернулся шефа клини давай никит давайте еще раз еще встретимся осадишься один я стал думать что мне делать сходить к лифте конечно очень хочется не поговорить сразу не снять но в то же время это очень страшно а если я снова все испорчу что тогда из моих раздумий меня вы его открывшая дверь домика ульга дмитриевна и сама вожатая у никит а вот и ты слышал вы сильно помирились да это хорошо ты мне все-таки скажи зачем мы подрались ради чего а я был очень злым и первым человеком который попался мне на пути была лена пришлось снова врать но это было необходимо иначе могли быть перед принтези принтези клини вот как ничего же черт я что снова на допросе ударился сильно а правда не было так себе но я думал что это должно сработать а я няньки врать не стыдно врать она откуда знает или блефует смысле я сильно ударился я была тотал зол ты снова врешь не лена все рассказал точно лена вот дебил и что же что ты полез в драку не специально а защищал защищал честь своего друга но это все равно не до конца оправдывает тебя а за то что ты еще и врать научился вот те задания ты пока здесь подожди варата ушло в домик что-то искать да что я вообще здесь остался ушел пуста же было бы все нормально через минуту на уже держал рука сверток вот отнесешь это к шульку электронику им надо а что это не открывай они сами знают не открывай ага щас ну я пойду иди и смотри не открывай конечно конечно было очень сложно произнести эти слова без сарказма но я смог первым делом пошел не к ребятам а в лет чтобы меня не увидели потому что пакет пакет и увидел водку и все всего лишь пойло а если подумать зачем вожать перед водку через пионера другим пионером да еще просит не открывать не хочешь чтобы и контрабанда скрывать вопрос на вопросе в этом лагере отбросив все мысли я пошел на кукушка прядь всем что здесь должны саша электроник занимает своими привычными делами о привет некий принес еще как принес ребята явно не понравилось мне понравилось мы то ты его что открывал ага и вызовы меня зачем уже спали и кто же я открывал ее в лесу пацаны пацаны немного успокоились а зачем ты вообще смотрел захотелось а зачем вам эта водка нужна для протеания оптики тупее от вас я еще не слышал я принес смеяться ты чё я серьезно никита хватит он правда он правда серьезно а святок органина положила чтобы никто не узнал а то все быстро стрепуют стрепует более спокойно и сосредоточен голос саша заставил мне поверить вести ребят и отдать им бутылку ну ладно держите откуда у логинитая водка она сказала что нашел как у кого-то из пионеров два года назад и отобрала ясно а я уже был собрал заходить как заметил да не могу комнаты металлическую коробочку ребят а что это там я коза пальцы на коробку а это это покерный набор электроника он его из дома привез да это мои карты алиса алиса карта интересно а что эл карты любишь поиграть да люблю особенно покер суши а может как-нибудь сыграем да он еще и сам хочет конечно так и двоем не интересно давайте турниза побахаем турнир ну да после ужина стола и там вроде места много неплохая идея я за я тоже только кто всех соберет да хоть я с антоном сколько человек надо даже не знаю может восемь я антон ты саша славяги ноги салуяна быстро ты всех участников определил а что не нравится да нет все нормально а вожата разрешит даже есть не разрешится поможет как она же помощница помощник вожата у нее ключ есть от столовой ребята я не успеваю за ходу моих мыслей а вот сколько собираемся часов в семь и по восьмого нормально будет о классно мы как раз успеем доделать кое-что вот и решили если что-то изменится то я к вам зайду ага ладно давайте мне еще нужно с другими поговорить хорошо давай у покер я вышел в здание клубов и начал думать дальнейший план действия так карту у нас уже есть место тоже остались участники я саша электроник антон будет сто процентов а вот остальные с вами можно уговорить у я не бойся монет мне откажется ли она тоже самое алиса ведь по сути именно из-за нее я принялся организовывать эту турнир нет надо во что бы не стало не пригласить и уговорить участвовать отчет надо сходить на пляж и уведомить о обо всем лену из шефа с этим смыслами и отправился на пляж надо было немного так как скоро уже среди людей я смог развести славя прижавшись на полотенце но этот раз не голую и где они переодеваются уже возможно я подошел к саре привет привет и сквозь решим да нет брат искал антона слины они ушли около 10 минут назад я кстати тоже собираюсь понятно слушай сар не хочешь получаться стулья в каком только я хотел ответить как сами перебила ой а что у тебя на левом на лево брови неужели шрам точно шрам откуда у тебя как она его рассмотрела на некоторые мне показалось что со мной разговаривал нику они ставят ну да что это я она же не знает о драке подрострина тебе комплект вещерба там летит с вами сильно испугалась что зачем это на театре на цветах голоса бил по ушам сильнее чем космику злой был она у меня утихом имею все нормально хорошо у тебя точно все порядке это дружеская забота сайт начало уже напрягать да точно точно тут же мне ответ ты пойдешь к на карточку турнира или нет карточные но у меня в принципе все на выходной так что прийти смогу отлично а ты проблем меньше класс короче собирается где-то в 7 по 8 столовой столовой так тогда надо разрешение огнем ты спросить ты думаешь не разрешит почему нет прошу смену хоть с не и с неохота она разрешила подобное ясно я тогда с ней поговорю да не надо я сама она меня знает больше тебя и я ее ну хорошо а я туда со своими переговорил поняла в это же время прозвучал сигнал к ужину эх не успела переодеться и и пришлось надеть форму на еще не до конца высохший купальник и зиме этот из-за меня для ничего ну что пойдем а то семейство займут да конечно пойдем задел свой я первым делом начал сказать взглядом антона и лену но шоу они сидели за одном столиком с ульяной алисой а то он же что-то упорно объяснил алисе возможно подробности моей драки с лены он смотри как раз два свободных места со перего моей на моей на плите столбу последствия сми хуже ней только не сучки из библиотеки нет ну деваться было никуда пошли мы сосались взяли еду и сели за стол на этот раз давали рожки с вареной колбас колбасой и сок приятного аппетита спасибо мику все еще было не в себе я очень боялся не заговорить так как после случая с алисой я настал явно стопая побаиваться в языках и решился мику как с инструментами и уже все настроил только я забыл вас предупредить что я композицию сочиняли скрипки просто когда я настраивал инструмента у меня снизошел вдохновение я начал играть мику снова своими плиту ария под такую манеру говорить и есть есть было практически невозможно так это же классно это такая с ним веселая начала придумал но вроде начал придумал но вот начало придумала а вот дальше не знаю понятно извините меня за то что я только о себе думаю просто вдохновение не переживай тари пока она есть в мои снова заметные приободрили спасибо божь ты мой блядь издеваетесь антошка антошечка блядь божь мучу и что-то попадалось мне и я должен начать это именно в которой вот так хорошо спасибо . никита . скорее всего это я фишка переделывать имена после я уже смог сразу точно на еде и сессии и должен признать готовит здесь довольно сытно и вкусно спасибо за компанию я пошел она пока ники . никит подожди меня около хода хорошо и скоро ладно чё пуге понравится салий я больше подносит пошел к выходу попутно поглядывая на один из антона все еще сидят я принесу же слова возле выхода как она и сказала но неожиданно для меня из того мы снова выбежал алиса ух ты как спешит 3 действия к нам здоровья домик 3 что-то устроить какой-то хаос я думаю она к нам бежит здесь интересно что ставится очень почему понравились не но нет или на на нас рассказала потом ночь убирать не я читаю я и девочек это баба егось ой х х х блять мне ребята не нужно просто просто ну оказывается у нас просто лимийный рост с алисой ну чё поделать упускай туда интересно указать за кахтить сказать мне нужно зависит от читать и она как я жду с мечтать дать подумать чуток я к читал бы наконец-то нашел ты как себя чувствуешь погодите это она за меня так волнуется а а а а разговаривать теми же нежным голосом поток подходил и куда позже чем посредневный нормально а чё случилось то как что я знаю про ту драку с неной как нужно быть дебилом чтобы драться девочка за свои принципы она была права я действительно не безозвечен это фастин и прибавил мне настроение я теперь не мог обижаться на речи на лица и на таким как я боится явно не хотела показать истинно отношение ко мне хоть же ты вася но я наспугав что я перебил и не перебили зная нрав улицы и я не мог терять ни минуты слушай а ты видишь карты ну да а что такое тут не устраиваю по покеру думаю будет неплохо и среди ты придешь сильно покраснел появится боевики что она хочет она очень хочет поучаствует но видно хотелось тогда сейчас со мной чего ты сделаешь что я пойду то решила использовать одну из слабости алиса о котором говорили на что такое боишься проиграть этот без работа идеально точно с тобой мне взять неплохо но у меня есть опыт в таких делах нет конечно я просто говорю и вот после этого лица окончательно поплыла ну блин себе же могил копаешь ну это если выиграть то ты выполнишь одном любое мое желание а если ты то я идет я не мог ожидать исходу лучше идиот я протянула я рука и алиса я пожалов а когда собираемся всем по 8 позвищу лену она небось тоже захочет поняла между нас снова зависла неловкое молчание но его привела славя микки что это долго заговорил и жене как вообще вообще можно заговориться алиса после прихода славяна чего понемногу уходить и это куда за ульянкой куда еще а ну ты приходи я буду тебя ждать моем удивлении алиса довольно ласково улыбалась хорошо приду и после текстов она ушла о чем разговаривали да и ничего такого я превышал ее на турнир ясно я хотел с тобой поговорить тоже насчет турнир что такое я сто разговаривал с вожатой она не против ну и хорошо только она будет присутствовать на нем чтобы пионеры ничем так ничем такими не занимались и еще она хочет чтобы турнир был не один а несколько так как все хотят поиграть конечно похвально что ульга бенера думает осет ну кто знает как это отразится на турнирах в целом то поделаешь она права я тоже так думаю в общем она сказала что начинать будем всем чтобы сил спеть сыграть понятно я пойду тогда надо младшим объяснить как вести себя на турнире хорошо до встречи на встрече слава ушла а из того выше антона елена вы чё так долго с логой бензин разговаривали на счет уранира о котором я вообще ничего не знаю это твой план чтобы поймать алиса как она все понимает да именно вы мне поможете от тебя все что угодно братан это же согласно от эмоций где так хотел за обнять ребят что и вообще что я в общем-то и сделал ребят у меня такие даже слов нет компакт хватит оттуда носишь на нити допусти пожалуйста от дышать тяжело и видите я просто на эмоциях я опустил их понимаю надеюсь у тебя все получится да и когда конечно получится спасибо за все мне можешь не говорить мне тоже пусть все что случилось я просто обязан помогать и ну хватит уже прошу нужно жить в настоящем ты прав но все же кстати к тебе жарится бежала так ведь да что я спрашиваю право чтобы драку я же говорю что ты не нужен а где она пошел за один ушел за ульяны нити давай сходим к тебе домик чтобы обсудить нашу сегодняшнюю груза и алису только это только это не только мой дом это еще и дом антона правда а чё ты мне ничего не рассказывал сказал она уже сухо да забыл чё то она пойдемте а то есть а то всего чуть больше полчаса остается до игры полку но двигались темпе и за обстоятельства в лице турнира и в итоге дошли минуту за 4 вот наш дом ух ты не похоже дали дали это всех красота заходим и отключим дверь или 7 и зашли минуты как у вас тут простовато так мы не сидим дома все время в движении это точно ну так что когда говорить будем весело то в нашей компании сменился на серьезное сейчас лена с антоном присели накрывать шефа а я я на своем когда ты с ним собираешься поговорить после игры она как раз будет своей атмосфере и будет готова к разговору умная но ты правда думаешь что так и будет а почему нет ну если она только проиграет то настроения у нее не будет уж поверь блеск когда сарказмом сейчас опять голову повесил и тебе же говорил что ты и мужа и нужен я помню ну вот она неохотно но высушить тебя только желательно иметь какой-то условия для разговора причину что ли да давай давай тогда мы все обдумаем мы все подумаем ок давайте наше обдумание длились около 15 минут за это время прозвучало много вариантов такие как а может пригласить ее на сцену так сказать еще сыграть на бис и вообще можешь просто взять и поговорить что здесь такого казалось так могу продолжать свечный ваш шеф и зашел свой последний вариант тьфу как до меня раньше не дошло чего здесь можно в карты пригласить и есть например она продует то разговор и будет награда какой идиот это уж хорош и есть алиса уже пригласил и мысли договорились что если она проиграет и и выиграю я то она должна будет выполнить одно и мое любое желание и наоборот так ты уже все решил мусорисы молодец 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 мы тут думаю распинаем а где уже все готово то забыл я пусть учебе не привыкать но все равно завязывай хорошо хорошо ты только не зрись через минуту мы снова успокоились значит чтобы выявить спорт им необходимо выявить у всех получается так вот невозможно а то он принял принял успокаивать обеспокоения ты знаешь почему я не привык каком условии не стал бы играть с ним в покер и почему же потому что он всегда по выигрывает не хочет не хочет хвастаться на шеф прав я действительно неплохо играю в покер одно и на 11 очень опасен по пути меня распространять по мимике лица брифует игрок или нет понятное дело один на один так разобраться легче никита правда отчасти антон хоть иногда но выигрывал но там говорю только про один на один а что будет на турнире с 8 человек 8 человек правда много я играл только в компании из шести человек но я не привык сдаваться даже не начав ничего прорвемся а может мы с антономом тебе поддадим поддадимся так у тебя возрастет шанс победить ну уж нет я всегда играл честно есть даже я и проигра и на другой способ облари с лицей хотя такого не будет а я выиграю и . ревную шевьяна поразила моя речь вот это я поймаю настрой так и надо сейчас мы идем с тобой садимся играть и ты стих вы выносишь выносишь ясно 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 да ясно мне хватит спасибо брата и основу обнял шефа папа хватит так ты так норма за месяц выполнил ладно зиме я отпустила да ничего просто раньше ты так не делал ты тоже ладно 11 значит победить честно а раз не ясно еще как ясно и мне очень нравится что ты решишь что ты решаешь поступить именно так не думаю что алиса будет рада узнав что ее манули согласен так ребят нам там не пора я посмотрю часы уже уже 6 53 и правда пора подожди чего хоть антон уже все и так сказал но я добавлю ты должен понимать что это твоя самая важная игра и у тебя нет права на ошибку так что удачи тебе она ведь нужна покер я смехнулся а разумеется тебе тоже спасибо да не за что ну обнимемся или ты только с антоном пусть и у алиса стандартные вкусы а я не спорю мол обнесли без разошлись шефа это явно за дело и так не пойдет а сам пупы летит со мной бы шаг юма ю гаме так ой пусть это хочешь а я база к нему нежно обнимаю гораздо ниже не чем меня значит она уже сблизилась что ли хотя я не знаю что они там занимались на пляже силами да ага а вот шефа после обнимать стены явно поднималась настроение и возможно не только настроение а то поздно бог мы спасла вышли из дома и направить столовую не только настроение стычок не под приподнялся что уже было много людей и так конечно как во время применятия пищи ночи от 20 набралось свободно там же если тюм много знакомых есть сашу электроника женю сайл уен и алису последний решил подойти ребят там алиса я пойду с ней поговорю конечно или удачи ага я прошу колесе ну что готова к игре это да а вот ты а я всегда готов слушай начать желание она мне углубая волос два загадка только нормальные без пошлости хорошо чего это вот так за за волки заполновалась боится что можешь проиграть любом случае похвально что ли сама не это предложила я об этом даже не думал если что что подобные слова вполне могут расцениваться как оскорбление по отношению девушки но все прошло хорошо вот и хорошо только вы выигрывали все равно я посмотрим так ребята тише дайте сказать человек тогда вроде сейчас будут участников называть на первую игру ясно теперь не прийти крику и ольга дмитрия продолжила так как по словам шурика электроника защищником этой идеи был никита никита колпаков а у нас фамилия колпаков убрать то тот состав участика который он озвучил ребят будет играть в первой игре а с ним в следующих ученики первой игре подойдите к главному столу почему все так официально скрыть все это из-за вожатой я мало что не знаю может она все-таки организована но именно у нее на что-то фотка а значит с нее нельзя спускать глаз чё стоишь пошли кажется если как задуматься ага ага пошли весь наш стол забросу главного стола то есть центре целовой все выиграть все выиграть первые все выиграть первыми выиграть тот кто остался последним ольга дмитрия может хватит объяснять правил мы все в курсе но если никто и но если никто слушать не хочет то садитесь и готовьтесь карты раздавать буду я нам раздали одинаковое количество фишек и мы сели и приготовились к игре через несколько секунд ольга дмитрия уже раздавал карты купе ну колпак соберись ты можешь а главное должен их победить игра началась получил свои карты и оставшись незаметно для остальных но не посмотрел вы креста и бубновая девятка нормально для первого раунда все уже сделали первоначально ставку и вожата раздавать три карты на стол девяка пиковая валет черновый и также семерка это уже две пары очень хорошо я умел сохранить так называемый покерфейс так что вряд ли кто кто-то мог заподозить что у меня были хорошие карты но тут незамно ульяна потащила в общий банк все свои фишки о 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 на меня с выключен глаза особенно антон сены но я знал на что шо по мимике лице ульянка четко читалась не неопытность конце концов она же еще ребенок так что ее карты сто процентов слабее моих огни раздалась последние две карты девятка крестовый и туз пиковый это уже фухаус и досвидели до свидания рульяна что скрываемся да какие дома ее карты были всего лишь бубновый король и пиковая семерка и что сравнение с моими простила я вот и проиграла ты зачем сразу ульяна пошла так у меня пара семерок было это мало весьма ульяна расстроилась давно у вас она стала со стола но не ушла а принял за ними наблюдать через минуту наши ваза на меня смолы без ульяны сейчас час там игры не поменялся многие многие видя хоть малейшую опасность сразу сбрасывали но за это время из игры с рядом с ульяном вылетели саша электроник и лена нас осталось уже четверо но уже следующий раунд и нас покинул шеф из-за своей неуверенности в выигрыше который не состоялся из-за недостаточно сильных карт после то я остался со славой алисой это количество участников сохранялось минут 15-20 пока с вами нуждающийся фишка не пошла оли и окончательно не поиграв по той же причине что и шеф и вот как по решению судьбы я остался на единице алисы причем с одинаковым количеством фишек она продемонстрировала действительно хорошую игру но не просто так она пошла она зашла до финала вот и все осталось всего два участника так что другая группа и поиграть успеет и вот начался финальный этап либо я либо алиса позже задачи двух карт я понял что шанс мне есть но после раздачи всех карт произошло невообразимое а уллин алис из 27 свои фишки и положил их в банк чё это не уже карта лучше чем меня на следе сжали два туза крестовые бубновые два вальта пиковая бубнова и пиком пиковая тройка смесь была адская может дождь сразу ну уж нет она даже не знаю что у меня в руках играли в ее ставку я так уж и быть покажу свои карты первой логично сказала на эти слова с максимальным фафосом на следе помимо двух тузов вальтов и тройки появились два других вальта каре ну признаться честно я думал что ты послабее будешь но нет ты меня приятно удивил пришел мне тебя удивить алиса а ты ничего не забыл но вот ничего на лице прочиталась легкая испуганность то что я карты еще не показал а это доходит тебе небось одни цифры у тебя ну но я очень медленно разгар своей карты раз и два последствия день есть мы два туза что ничего себе вот эта игра ухты си были просто аширомалины и битокопа в рот событий не ожидал никто кроме меня один на один а если играл куда хуже по мимике было понятно что ей выпали хорошие карты она конечно пыталась это всячески скрыть но не получилось итак победите первый или становится никита кубков 3 4 поздравляем 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 заебали ничего себе меня поздравляет такая большая группа людей которые наверное признала меня первый раз в жизни чувствую себя человеком который хочешь чего-то добился а вот на ли смотреть было больно она так горел во время финала но я выиграл выиграл я и снова довел ее до печали ну все по это зрение сейчас мы распорядим вторую группу а первый прошу удариться со стола подошли от стола рис уже и вовсе вышел столовой копак ты красава вот теперь моя очередь шеф огнем спасибо но я пойду сам знаешь куда и за кем конечно знаю удачи и что там мы садись пока в домике у нас посидим ты же не против нет а вы там мучить тут 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 я попрощался с антону и ушел столовой вот и где она выглядела расстроены и это была полностью моя вина валяй уже чего ты хочешь поговорить она удивила о чем ты сама знаешь не буду с тобой разговаривать выберешь нибудь другое а уговор алиса занялась и я решил пойти на уступки всего на 10 минут ну ладно только только ты засеки ты часы нибудь так умеет хорошо сейчас заводи да погоди пойдем лечь чтобы никто не услышал там не заведу идет почему же она так стесняется меня а может алиса меня вовсе не любит туда и она получается собрала ну зачем этим вопросом я задавался всякая пока мы вы пока мы шли в лес свой зачем ты кухни тут никто не услышит а ну да а я чувствую ловко ведь любое мое действие могу снова расстроить алису завел да так говори алис простите меня алиса у нас есть главное ведь у меня было всего 10 минут а то что случилось у сына я правда не хотел я не знал о чем о том что ты был чертовски сложно сказать но я сделал это сирота алиса же видно погрустнет и кто тебе сказал лена да и так и знал алис я понимаю что тебе тяжело что ты понимаешь побудь на моем месте тогда и говори про понимание вот черт разговор движется в ненужном праве да возможно я не и не совсем понимаю твои переживания но я хочу понять а ты не хочешь мне открыться алис посмотрел на меня удивленным глазами алиса сильно покраснела только после этого я понял что мои слова звучали почти как признание в любви открыться раз уж вступил на этот тонкий лед то придется идти до конца до открыться тяжело держать себе все свои душевные переживания но ты можешь сказать все мне если принял раздраженный взгляд но на нее на нем уже не читалось ни слова ни отвращения до чего я должна тебе открываться того что ты это хочешь больше это плачевный шаг ибо я не знал самом деле лица хочет этого или нет по самому блины алиса любит меня но лена это поняла по ее взглядам а внутренние эмоции и чувства понять лишь по взгляду невозможно но кажется я был прав есть честно говоря в других монах алиса можно сразу скусить что вот мы сделали то что нам же у нас тут хрен поймешь она замешкалась и по ящикам снова пошли слезы а вы чё вот так наклоненном видится им пока чтобы и говори чёрт только не опять алис ты плачешь да представь себе так же не больно а из хватит прошу а те то что те видимо в кайфе наводить меня до свет нет мне буквально рвет изнутри каждый раз когда ты вспыхиваешь она пришла ждать и подняла свет на меня почему о фикасе отчаянный шаг я подошел к ней и сел ее за ладони а если попыталась как-то отреагировать но все же приняла мой поступок потому что ты мне тоже не безразлична в этом местные часы засигнали ли алис смотрел на место непривычным нежным взглядом но время вышло она легко освободилась из моих рук и начало ходить из леса ты куда домой темно уже домой темно уже что-то не произошло нет постой да вот у какого хера ты-то будет хватит уже плакать на дело моего лета блять я вообще не узнаю уже при конкретном степени арианны ребят я уже не узнаю просто я взял из рук и развернулись к себе она снова пока я не хочется всех им топиться об стену просто толпиться потому что уж и не могу понять что солист происходит вообще отпусти меня еще раз подержав все в руки его я кое-что понял если дрожит причем сильно что с тобой все дрожишь она немного помолчал один покричал разве неестно это все за тебя все плохо что случился на потом из-за тебя ты думаешь что я тебе откроюсь в шоке я за видео и нежно смерть лишенные злобы и прочее так почему все так обернулось тем временем риса зря выходил из леса а я 100 кавкоп и начинут все не понимаю произошедшего больше десяти минут назад и ты думаешь что я тебе откроюсь эти стола медленно убивали меня изнутри да что я сделал не так в мире угрюбился в лес и дошел до озера с лути хотелось что-то бросить туда но ко мне рядом небо вспомнил что у меня камень был крючат скрозь и решил бросить его хоть какая-то от тебя польза решался отследить и обдумать все что произошло пояснение идет от лица антона сразу после прощения с никитой ну давай колпак сейчас это точно должно получиться мы не ушли реально неожиданно вырвала меня из-за спины ага не что все пойдет гладко это уже после ухода колпака хотелось еще побыть не если нам так хорошо было вдвоем на пляже мы купались за и загорали разговаривали шутили как же мы с колпаком ошибались считаю что лена бездушная тварь знаешь а я не думал что никита так хорошо играет я считал что это хвастовство не более но нет так я же тебе говорю об этом я никогда не буду тебе брать я тоже сейчас идеальный момент сушили можешь пойдем к нам домик посидим поговорим плену улыбнулась и как раз хотел предложить то же самое только свой домик пойдешь от таких слов я со своевольный улыбнулся конечно пойдем до вскоре через 10 минут или больше мы уже стоял кого я домика он в отличие от домика рейса уриана внешне ничем не отличался от остальных заходи ага мы зашли внутрь здесь сравнение с тем же домиком рейса уриана было гораздо убраннее и чище какого хозяина такое фри дом на есть бы я сказал такой колбако то уже бы получил по репе присаживайся лена показала ладони место на кровати рядом с ней как-то очень подозрительно что лена с вами маль к себе это возможно лишь мои фантазии я послушался и все ну-то ну давайте антон кто уже понял я хочу с тобой поговорить логично пике это сам начал предлагал ну да так вот то что случилось вчера вечером полностью моя вина прошу извини меня меня это очень сильно тревожит странно мне то что случилось вчера от не тревожки не тревожь так сильно как думала лена колпак может а просто не так сильно влюблен в лену ниже как колпак в лесу а может я и вовсе не люблю лена теме не обижать да не обижался особо она удивилась каши а никита зачем со мной подрался потому что он тебе все дом он все время думал что я ходил безжизненный вот и решил отомстить в любом случае он указанную ошибку и я ему благодарна лена сделать небольшую паузу а потом продолжу будто гора с плеч так держи себе хорошо так и так и буду и теперь у меня есть человек которому можно все доверить об твою бать антон держись только не надо такое там сейчас делать отвечать или он не делает подумай в 8 лет стрекать строкача после этих слов лена стал медленно приближу присниматься ко мне может начимся сначала она уже была на ничтожном настояли от моих куб она хочет целаться и что если да то я пиздит как дерью ничего ладно один раз живем конечно чудно казанина тика и потенциальных губов ну поехали полетели блин через секунду мы принялись целоваться я успел испытать множество ощущений но я был не опыте как прежде ни разу не целовался но как же это было классно я был я бы занимался этим вечно наверное перестал целовать меня чего пирать целуешься да ничего себе хочу замечательное для пива раз ты не покси про ее правда войны не поймем кое-что важное я все-таки люблю я один я люблю тебя и волны сам ребятам так ты лежишь не 18 плюс а покраснела а затем щепнула меня и шепнула меня за ухо я тоже тебя люблю потом я погладил я личико и поцеловал ее я купю пах на полиной как же приятно такого я дам не пожалуйста не стройте мне вот этого ух ах ух ах и блин так мы с возьмем пет и кажется у меня стало получаться лучше но потом мы все же прекратили типа 1 очень все-таки классно согласно я посмотрел окно этот час помню про копыка слушать из них но я пойду колпаков не разными не поговорить конечно я все понимаю я поцелал мне в щеку удачи и спокойно чем ага и тебя спокойно минута и вышел с домик лена я первый раз послал с девочкой да еще с какой сленой на несколько покорствует сразу после того как он расскажет надея за своего домика я увидел что света в нем нет ночи не вернулся я больше значит открывать две минуты никого не было так тяжело хочу разговариваться лисы возможно и так вот я колпаком куда бы я подел в девушку чтобы другие не услышали не узнаю об этом улез точно пойду проверить но сначала возьму фонарь а то без него нихера не видно и открыл свой чемодан взял фонарь и направился на поиски своего друга и правда было темно сложно представить что было бы со мной есть у меня не был при себе фонаря я пройдя уже 20 20 иначе серьезно нервничать да где же ты блять ну скоро рядом с озером где я поглядывал заставе оперевшись надел и сидел колпак по данной сцене вот бля опять что случилось я был с побежок нему за разнесениями по сцене идет от лица гк за пару минут прихода антона я решил сесть у дерева опережь с него и снова но более трезво обтумать произошедшее все началось с того что я сказал что она мне не близлежа лично потом она взвинулась и начала уходить все эти ебаные часы не схватил ее за рука а потом он закричал и снова заплакала она говорит что все плохо у него влаги из-за меня пожалуй она права то игры на гитаре то покер а теперь это разговор она же любит меня почему она так поступает со мной я ведь я ведь тоже ее люблю неужели она этого не поняла хотя здесь уже я виноват надо будет сразу ей во всем признаться но я думаю что этого того хватит чёрт я снова себе испортил от последней мысли мне захотелось выплакаться но тут я завидел антона с фонарем и дучу ко мне по воду где напугал эти по всему весу еще зачем как зачем можно уже а тебе нет он заметил что со мной что-то не так а что зависит тут и не выдержит заплакать ты чего 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 все хуёво вот чего я ведь все испортил я сорвался на крик и антон приобнял меня ну все тише тише пойдем прогуляемся ты мне все расскажешь хорошо не был не было просто не хотим издеть кому-то душу поэтому я согласился окрещено я рассказал всему абсолютно все попутно да попутное рыдание на рыдаем да что ты будешь делать с этой алисой вытеряв сусы я решил выразить не причем смысл не причем он уже сломать на тебя наехал лишь ты говорю что видел ее нежный взгляд и когда я за взял ее ладони она была не против она будто ждала чего-то и я этого не дал пишет думал что и не дал или не признался то верю скорее всего и вот когда она не услышал это то она развернулась и ушла зачем она тогда говорю про все покоя в лагере я сам не знаю суток запутано и прочитаешь как открытую книгу и не могу понастоящее понятие потому что мало что знаю не папа ты это извини меня за лесу я понимаю что ты искренне любишь и я буду всеми силам помогать тебе добиться ее я понял взгляд уже когда радостный чем было несколько минут назад ну иди сюда ну иди сюда чего ты все приглашал мне пообниматься и не смог не согласиться спасибо тебе шеф я еще ничего не сделал ну пожалуйста мы отошли от объятий и перед нами стала стала одна проблема суши а куда ты нас завел да я сам не в курсе мы просто шли по лесу и походу мы заблудились что-то я не узнаю этих пейзажей вот бля только не это не хватало то успокойся ты просто надо идти назад по дороге по которым пришли пришли думаешь я запомню то будем просто ориентироваться по пути может найдем кое-что знакомое пошли однако моя идея реализовалась хуже некуда мы забыли еще глупше и совсем потеряли всякий ориентир благо фаная антона был очень кстати да ёп твою мать как мы еще будем ходить месяц год после этих слов под нами начало проваливаться зимы ему упали ну вот вам год ты цел да а ты тоже это чё за херня было я знаю видимо под землю провалились и куда именно использую фонарь кстати дело того там валяется еще живой помощь фонарь был виден длинный коридор и что это я же посмотреть наверх не знаю но выбраться отсюда получится только через тот коридор высота слишком большая мы не заберемся шеф тоже туда посмотрим бля то пошли быстрее а то мне кажется что это фон этому фонарь недолго осталось судя по не слишком ярком свет фонарь шеф был прав хорошо только и так быстро мы же не знаем куда попали понял мы начали идти вдоль коридора а мы же дойдем до того места где нам нужен ключ выше того днодока а эти стены будут не изменения не менялись даже по поворотам никаких неба копак гляди но все же бесконечный коридор решил закончится 2 двери ура дверь а что здесь был забыл значок радиационной опасности почему-то дверь такая большая ну что в бомбоубежище вот это так а почему об этом брошюне них я не написано понятия не имею все это очень странно то что бомбоубежище находится в детском лагере это еще можно понять в той же брошюне написано что лагерь был построен во времена ссср а там холодного сша и все эти дела но странно то что бомбоубежище такое неглубокое а эти правда падали мы недолго что за глаза и что такое бомбоубежище крыша которого ломается под подвесом двух подростков это тоже страшно странно ладно нам все равно некуда идти надо открыть дверь ага мы решили открыть ее вместе уж уж больно она нам тяжело показалось ну нифига подобного да и нашему совместному сыну быстро открылось зайдем внутрь мы увидели двухъярусную кровать и куча различных приборов но самое главное что мне сразу же бросилось в глаза это освещено из помещения а какого хера здесь свет есть а то я откуда знаю это источник питания наверно вот-вот бля копак мы нашли целая бомбоубежи оттянется все такие вещи а что здесь такого вообще еще особенно вот кровать а эти приборы предназначены измерения радиационного фона ну и что горит свет значит как ты заметил поддается напряжение вопрос кому напитать то этот колено бесполезно бомбоубежище ну да ну да пока изучим это место а потом обсуждают зачем его построили ладно иначе подобное осмотр это бомбоубежище и почему здесь только одна кровать сидите здесь не поместится и тут я наш какую-то дверь черт бреди 2 а out выход что попытался открыть рукой но у него не получилось так ладно а если так шипа из карте и вытащил оттуда фонку ну давай же антон с помощью фонки все-таки смог открыть дверь даже вынести красава спасибо ты эту фонку со возьмешь да пожалуйста самое ценное что в качестве шкафчиков в других были сухопаки и аптечки ты же есть не хочешь нет и я нет пошли тогда бог пошли дальше опять ёбаные коридоры да не ори ты может даже будет выход поскоряй бы а то фонарь уже на пределе у ой блять но снова не ожидал долгий путь но где-то минут через десять мы заметили кое-что интересное дыру в полу ага дыра ага как бы туда и солица так то да но может там и есть выход 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 наверху несу ты чё ты несешь то знать нам очень дорого время не забывая про фонарь без него мы загнемся я готов поспорить что есть мы пойдем эту яму там увидим все те же коридоры и стены а там вроде свет есть да точность глянь вниз она посмотрела внутри 1 посмотрю и внутри себя же у себя уже согласился ну есть так то пошли только аккуратно то хоть и горка из камней есть и создание большая наверно сможет свободно да понял я значит пока спускаться я спустился быстро и без проблем шеф тоже блок были рейсы так что скорее всего мы попали в шахту и правда свет есть то пока выключи фонарь ага и продлить пять минут мы уже стопнулись с трудностью с развилкой класс развилка может пойдем обратно ведь тебе же говорю что там нас ждет это всего лишь твои предположения погоди ты есть заказ и нацарапал на доске чертов так будем знать откуда начали думаешь это поможет другого выхода все равно нет как нет лишь перебить шифр нет пойдем лучше так узко разозлился ну пошли ты же у нас все решаешь кажется назревает конфликт то бля нам здесь легче пройти мы забудем сара когда в листок и все пизда я черночку нарисовал не забудем ся тоже мне черночку нарисовал это не поможет это это я бы очень зоно шефа и в тот момент если не нравится то иди своей дорогой хури распинь спинь бедра спинь и плетать никак есть не нравится таки своей дорогой хури с вами педрился блин антон явно не жена от меня такого ну и пойду и выберусь мы с вами занесли в угол этим тупому поспором почему ссориться и здесь на 10 сообща ну него не я не хотелось 20 издавать своих эмоций из-за своего часа 2 а а то он же взбирался погорец ко мне но внезапно я из его кармана выпал фона и разбил разбил за бля пизда фонарю ну тебе у тебя точно нет выбора если не повезло а так не хер бы пошел не действительно пристало сразу представь чтобы мы натворили по одиночке пусть без фонаря но мы сейчас идем вместе и это главное мы повернули налево и прошли и прошли дорогу быстро но столкнулись еще одной разъелкой что-то херня опять да и что делать тебе будем еще одну черточку сделаем нет а то совсем запутаемся ну вот тогда идем либо направо либо налево что посмотрел на меня с очень удивлен взглядом да ты что говоришь то совсем ебнулся ничего не ебнулся помни если бы я здесь был один мне было бы плохих куда идти сейчас ты со мной а мне не настраивать что будет с тобой поэтому я предлагаю идти именно так кажется моя речь зацепил шефа ну хорошо и это извинили за то что ругался на тебя пустяки мы подготовку мы не подготовлены такими ситуациями это мы еще неплохо держимся это да слишком много нового для нас в этом лагере отсутствие гардерсов бомбоубежья какая-то история сокровищем общение с девочками кстати они расскажет уже наконец чтобы что было тогда когда ты ставил подглядывал а это да по дороге расскажу ок только если идем налево ты то и всю дальнейшую дорогу тоже идем налево и наоборот почему наверное еще раз вилки будут мы же в шахте ладно и да сколько времени хороший вопрос я гоноса часы без 15 10 фух а то я думаю что уже другой идеи пошли пошли как мы и договаривались мы свернули направо или налево мы выбрали налево путем тоже сказка прославил честно мало что можно рассказать после этого ухода мне стало немного совесть и поглядеть за ней но я все же остался еще на пять минут потом я вышел из леса и меня ползала ульга дмитрина все понятно а что следует что мы вроде много времени вместе проводи проводите и по-моему ты говорю что ты пойдешь с ней к нам в доме после вопроса антон сенс начался понимаешь не очень охотно говорить из-за меня что ли добро соскажи лучше ну ладно жив начи рассказывать что было между ним и левы пока я разговаривал с лицей но он очень все красочные подробно писал описал особенно поцелуй его раза антона и рад что был неправда чуть леды но в душе мне больше шло обильно когда вот у твоего лучшего друга есть то чего нету у тебя это была зависть но зависть светлая я действительно был рад что он то на тебе есть девушка шоу в первый раз поцелался и что он счастлив но на фоне моих проблем побеждала больше зависть и шеф это увидел чугу опустил да так под ноги смотрю ты чего я должен начиная хоть и нелепо обманывать обманывать брата но шефа нельзя было так легко обманывать не ни хера это ты после моего рассказа про лену так самого чего не хотел тебе раз этого рассказывать успокойся ты все нормально какой нормально ты мне хотя бы не ври я же вижу что после ваша соли сам дискуссии ты как выжатый лимон и что до конова и у тебя говорилось себе что не буду рассказывать чет мне дернул компанк ради так стоп какого нахи бог мы же альтеисты тобой просто извини меня по-человечески прошу тень тебе не печь не перед чем извиняться я сам налажал и сам должен принять и решить вот тут и не прав даю слово если мы выберемся из этой ебан ебаный я тебе помогу ебаниной ебаный тут уже говорил только надо еще выбраться отсюда уже больше уже в более лучшем сравнении доблись до очередной развилки какие думал опять налево ну да после мы шли еще полчаса попутно встречаясь новым развилками мы уже начали жили что не взяли с собой сухой сухой пайки бля я так больше не могу мы уже ходе поэтому не будь чем коридором где-то полчаса я шел сзади антона и заметил что он стал на месте чего копак еб твою мать блядь приди атаку живого описание происходящее саж подошел к шефу и увидел дверь стене шахте после доклику шляни по одинаковым коридорам любое изменение в них не вызывал бомную реакцию двери что-то чё-то карать бля копак ты не в ду пляж это же очень похоже на дэк про который говорю водитель но мы же не в и тут до меня дошло это была дверь из фото ебануться хуигнуться вот это уже нормальная реакция получается эту бомбу бишь вместе с шахтой находится под старым корпусом беда да с чего дети все правильно значит водить все правильно сказал и сказал только немного да за этой дверью сокровище наверное чему ждем лишь тебе одного ключ дайте доставать блядь шеф такое дело чё такое я собрал смысле и проговорю и я в гневе выбросил его шеф ахуел и за за голову блядь и куда фузера ты не кипятись там вода сочи стоячая стоячая бля копак ну ёбаный твой рот зачем было сразу за ключ хвататься мог бы кому же взять и еще чего-нибудь и его бросить а не ключ говорю тебе я был в гневе ты добавь ты не станкаешь ты какой-либо мини нет а куча нахер не нужен ванна тут и моя вина есть просто мы могли уже сейчас открыть эту дверь а те придется ждать до завтра шеф ау спустись на зелье мы еще в шахте и неизвестно выберите мы вообще да знаю я я просто хочу нас преобладать а ты наоборот угнетаешь ничего не угнетаю просто реалист говорю то что вижу а я вижу что наша ситуация не айс не айс это еще мягко сказано эх прощай дверь надеюсь мы с тобой еще встретимся есть выберемся то соответственно уже можно было собрались идти дальше ну так мы слышим звук сзади чьи-то шаги слышишь да тут до придет все забыла накалена то придем мы с шефом просто я вне дрожи может с вами вам побором отсюда мы были уже шепотом ага а если там нас пришли спасать если бы пришли спасать то они бы кричают в дорогу бля и не поспоришь пока за приближался моменты отходили назад как думаешь что это или кто это без понятия вскоре нам показался вот незваного гостя свой был кошачий если так то он был слишком большим вы копал что это за херня говоришь те блять не знаю и тут заказалась какая-то кошачий голос пришлопными глазами кто здесь что мы охуели ничего не сказать увидеть это существенным побежать как у гривы б что-то чего блять после этих слов шиба бежал еще быстро налево не сбивайте скульса окей из-за страха я даже не оборачивался назад скольму движется какой-то двери масты есть значит спешки пытаться открыть это увидел огромную кошку бежать бежавши за нас открыть дверь чтобы сын и закрыл это зверь не поздно зараз на 1 2 раскуляет подожди рассмотреться в такой комнате куда мы пришли по многому сын написи на стенах но я не зациклил на это внимание это наша сверху источник света решетка и нашу какую-то решетку иди сюда мы начали подниматься по лестнице которая ввела к выходу черт не открывается дай фонку шеф успел успешно передал фонку мои руки но тут просто звук открытия двери услышите слой я так ненормально стал пить по решетке вот еще один удар и жетка открыта я выбрался быстро живо секунд через пять закрываю и закрываю шуток как и приказывал шеф ну когда я произошел я смотрелся шеф мы на площади шеф приподнял голову ху есть мы не боялись ругаться матом ибо на почте никого неба получается это бомбе еще и подставил к находится бля опять ты за мелочи цепляешься а то что за нами какая-то хрень гналась неважно нихера себе конечно важно ну это тоже ненормально ладно пошли домой его бытался пиздец согласен мы без слов дошли до дома и легли по кровати даже не раздеваясь спокойной ночи не смешно на месте так было уже пол двенадцатого я думал что не усну но видимо копишь морально и физическую сладость победила и я быстро привод приводит провалился сон не я реально ебануться полки гнутся это всплеск эмоции так сказать ладно завтра будет стрим по бесконечный лет на мото под названием гром в раю все по 4 запил подписывайтесь на канал и всем пока с вами снова бываем и это бесконечное лето мод под названием до 7 июня удачи вам не 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 Продолжение следует...